Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 февраля. Святитель Милекий, архиепископ Харьковский и Ахтырский, в миру Михаил Иванович Леонтович. Родился 6 ноября 1784 года в селе Старая Санжары Полтавской области. В 1808 году Михаил Леонтович успешно окончил Екатернославскую духовную семинарию. Как лучший ученик он был направлен архиепископом Екатернославским Платоном в Петербург, в Александроневскую академию. Окончив академию в 1814 году по степени магистра, он был определен адъюнкт-профессором греческого языка. С 11 марта 1817 года Михаила Леонтовича назначили секретарем учрежденного при Академии строительного комитета. 30 июля 17 года его перевели в Киевскую духовную семинарию на должность инспектора, где он был профессором церковной истории греческого языка. Когда 28 сентября 1819 года была открыта Киевская духовная академия, Михаил Леонтович стал ее первым инспектором. 11 февраля 1920 года, накануне Дня памяти святителя Милетия Антиохийского, в соборном храме Киево-Братского монастыря он был пострижен в монашество с именем Милетии. Пострик совершил киевский митрополит Евгений Болховитинов. 22 февраля 1920 года Инок Милетий был посвящен митрополитом Евгением Санна Радиакона 25 февраля во Иеромонаха. 9 августа 1921 года Иеромонах Милетий был назначен ректором Могилевской духовной семинарии и настоятелем Кутыинского Аршамского монастыря с возведением Санна Архимандрита. В августе 1923 года его перевели на должность ректора Псковской духовной семинарии а 24 января 1924 года Архимандрит Милетий назначен ректором Киевской духовной академии. С отеческой любовью заботился святитель после посвящения в епископа 19 октября 1926 года о юных питомцах, воспитывая их в духе преданности Церкви Христовой. Особой заботой святителя было попечение о бедных вдовах и сиротах. Часто посвящал он заключенных и для их утешения совершал богослужения в тюремных церквах. Не меньше заботился святителе о духовном окормлении братьев Михайловского монастыря устными назиданиями и личным примером он воспитывал в рыноках обители дух истинного подвижничества. Святитель Милетий говорил «Смирение – охранительный меч. С ним безопасно пройдешь землю, ад и достигнешь неба». В апреле 1928 года святитель Милетий получил назначение на пермскую кафедру. Строгий к самому себе святитель был строг и к другим. Для подготовки избранных кандидатов к принятию сана святитель Милетий сам написал для них так называемый «ставленнический катехизис». В августе 1931 года святитель Милетий был переведен на Иркутскую кафедру с возведением встан архиепископа. Большое внимание уделял святитель просвещению малых народов России светом евангельского учения. Святитель основал церкви на севере Камчатки, в северо-восточной части Иркутской епархии вдоль реки Алдан, на тракте от Якутска до Охотска. Он часто обозревал обширную епархию, был на побережье Охотского и Ледовитого морей, в пределах Северной Америки, где тогда трудился знаменитый апостол Сибири, священник Иоанн Вениаминов, впоследствии святитель Иннокентий. Путешествуя по Сибири и берегам Тихого океана, святитель Милетий нередко общался с населением, исповедовавшим ламаизм. Святитель скротостью убеждал оставить заблуждение и объяснял евангельские истины язычникам, тунгусам, бурятам, камчедалам, а также жителям Курильских и Алиутских островов. После неутомимых трудов здоровье святителя ухудшилось, и его перевели в 1835 году на Слободско-Украинскую кафедру, впоследствии Харьковская и Ахтырская. И здесь святитель Милетий уделял большое внимание духовным учебным заведениям, много заботился о бытии, образовании и духовенстве. Он поднял вопрос о восстановлении тех монастырей и духовных училищ, которые упразднила императрица Екатерина II. Большое внимание уделял святитель борьбе с расколом. 2 июля 1839 года святитель Милетий возглавил торжество в городе Ахтырке по случаю столетия со дня явления чудотворной иконы Божьей Матери, именуемой Ахтырской. Блаженная кончина святителя последовала в ночь на 29 февраля 1840 года. После причастия со словами «Ныне отпущайше» святитель осенил себя крестным знаменем и, обращаясь ко всем со словами «Простите меня», отошел ко Господу. 4 марта 1840 года святитель Милетий был предан земле епископом Курским Илеодором в усыпальнице под крестовой церковью Покровского монастыря. В первых дней кончины святителя верующие люди твердо уповали на предстательство святого Милетия перед Богом и получали благодатную помощь, исцеление в болезнях, утешение в скорбях и избавление от злых обстояний. Особую надежду возлагали верующие харьковчане на святого Милетия в бедственные дни Великой Отечественной войны. Чудесным извещением святой предсказал скоро избавление города от врагов. В 1848 году с благословения святейшего патриарха Алексея гробница с мощами святителя Милетия была перенесена в Благовещенский кафедральный собор, где находится и по сей день. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok